Если песен простой, это хор, это хор, хор хороший. То, что хор хороший, не сомневаются сегодня даже в Кремле. Именно эти 10 солистов будут выступать на закрытии зимних Олимпийских играх в Сочи. Их голоса оказались лучшими, и они теперь в составе сводного детского хора России. Тысячи талантливых ребят под софитами Мариинского театра собрал петербургский маэстро Валерий Гергиев. Хотя идея по созданию такого хора принадлежит, оказывается, оренбуржцам. Это подтверждает руководитель новых имен, демонстрируя письма президенту. Мне приходили еще письма, что там вопрос решается, ждите ответа. Ну, в общем, ответ поступил в виде создания сводного тысячного хора. На зимнюю Олимпиаду ребята готовят целую концертную программу предпочтения песням из советских времен. В основном репертуар Александры Пахмутовой. С какой песней будет провожать Олимпиаду, послушал и Владимир Путин. Только сейчас ребята признаются, что было страшно, ведь никогда еще не выступали перед президентом. Неизгладимое впечатление от такой ответственности и серьезности. Правда, композиция финальной песни по-прежнему держится в секрете. То, что ранее написали, забраковали. Какая будет замена, пока тайна. Песня действительно была написана в Голливуде, на что очень обиделись Александра Пахмутова. И надо это понимать. И все были с этим солидарны. Но в данный момент пока песню не записали. Как повернется дальше, посмотрим. Время покажет. Все под большим секретом. Так что пока хоры «Новые имена» репетируют свои, уже хорошо известные композиции. В Сочи же оренбуржцы прибудут 15 февраля. Там же состоится главная, генеральная репетиция. Подготовка уже в самом разгаре. Шьют костюмы, купили обувь. С собой много не буду собирать одежды. Главное, что возьмешь? Ноты. Но главное – это пение. А работы предстоит еще очень много. И каждый мечтает, чтобы и на Сочинской Олимпиаде, как и в Петербурге, был полный аншлаг. Молодцы! Ксения Тихоенко, Виктор Грешенев. Наше время.